Итоги уходящей среды Где восстановиться после короны Неудачный променад по социалке В Бобруйске сбили нетрезвого пешехода В каком состоянии пострадавшая Чилл-аут-зона с играми и сном У школьников продолжаются осенние каникулы Куда дели Симпл Димпл и Сквиш Это инси-стресс А также финансовая поддержка, экспортный кейс и звездные гости В Минске пройдет международный кинофестиваль Что пополнит калейдоскоп Кинолент Нарушение боняния или вкуса Головные боли, часто меняющееся настроение Плохой сон, необъяснимые скачки давления Проблемы с уставами и быстрая утомляемость Все это испытывают люди, которые перенесли коронавирус Здесь на помощь приходят специальные программы Белорусских здравниц И на реабилитации сегодня немало тех, для кого даже легкая форма не прошла бесследно У Жанны Фоминцевой вторая неделя реабилитации Коронавирусную инфекцию у женщины диагностировали в конце сентября Ковид дал осложнение и только на легкие, но и на печень После лечения в стационаре горожанка приобрела путевку в санаторий «Шинник» Для каждого пациента здесь уникальная программа Первый в списке – кислородный коктейль За неделю пребывания в санатории, конечно, у меня уже лучше стало состояние У меня был очень высокий пульс Сейчас уже он как-то стабилизировался Лучше уже как-то стало себя немножечко чувствовать Потому что неделю назад я просто не могла даже ходить Постковидная реабилитация включает в себя Особую дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру С упражнениями на крупные группы мышц Основная задача которых – улучшить кровоток И повысить выносливость к физическим нагрузкам Начнем легкость дыхательного упражнения Исходное положение – ноги по ширине плеч Занятия проходят каждый день Группы небольшие – до 5 человек ЛФК длится всего 15 минут Но результат налицо Медики отмечают – отдыхающие настроены позитивно Изменения в теле и эмоциональном состоянии Видны уже спустя несколько тренировок Влияет на повышение общей выносливости организма Работоспособности Это увеличивает крово-лимфообращение в легких, в легочной ткани Это профилактика различных осложнений Особенно при длительном, малоподвижном образе жизни После длительной болезни Это навыки правильной осанки Закрепление навыков правильной осанки Мощное средство для улучшения кровоснабжения и повышения иммунитета Внутривенное лазерное облучение Ощутимый терапевтический эффект Наступает после 2-4 сеансов И сохраняется в течение полугода Продолжительность лазерной терапии до 30 минут Есть и другие, не менее эффективные процедуры Популярный метод лечения – спелеотерапия Сеанс длится 20 минут Воздух похож на морской С его помощью легко можно бороться с заболеваниями дыхательных путей Санаторий «Шинник» пользуется спросом не только у белорусов Но и у жителей России, Израиля, Казахстана и Украины Цена путевки варьируется от 830 до 1300 рублей В стоимость входит психологическая реабилитация, водолечение и ингаляция Сама здравница рассчитана на 200 мест Сейчас свободных всего 8 Приглашаем всех желающих в санаторий «Шинник» Для восстановления после перенесенной ковид-инфекции Программа включает комплекс лечебно-оздоровительных и диагностических процедур Длительность программы около 14 дней По статистике, более половины людей, которые перенесли коронавирус Продолжают бороться с его последствиями даже спустя несколько месяцев после острой фазы Всемирная организация здравоохранения детально описала признаки постковидного синдрома Среди главных названы одышка, повышенная утомляемость и нарушение памяти Сегодня восстановлением здоровья в Беларуси занимаются порядка 70 санаториев Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 1996 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 606 033 человека Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях Белвид Унифарм Завод по производству лекарства построят в деревне Должа в Витебской области Разработка препарата ведется под ведомственными Минздраву и Национальной академией наук организациями В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины Тем временем почти 3 миллиона белорусов получили первый антиковидный укол При этом более 2,5 прошли полный курс Узнать о ближайшем прививочном пункте можно на специальной карте которая размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Поддержка медицины, экспорт продовольствия и новые паспорта В стране выдано свыше 30 тысяч биометрических документов Какие открываются возможности владельцам? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Президент Беларуси распорядился выделить Минздраву 140 миллионов рублей из резервного фонда главы государства Деньги направят на приобретение вакцин против COVID-19 а также противоопухолевых, противотуберкулезных, сердечных и других лекарственных препаратов Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой Бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины Беларусь увеличила экспорт продовольствия Основной кейс – молочная продукция Она занимает примерно половину от общего числа На мясо приходится около миллиарда долларов В 2020-м наши товары были на рынках 116 государств Сейчас идет работа по наращиванию объема поставок и расширению ассортимента В Беларуси выдано более 30 тысяч биометрических документов Новые паспорта и ID-карты, напомним, стали доступны с сентября Услуга популярна как среди белорусов, так и иностранцев, постоянно проживающих на территории страны Владельцам открываются большие возможности в цифровом пространстве Например, можно пользоваться всеми функциями национального портала электронных услуг Международный кинофестиваль «Листопад» пройдет не только в Минске, но и в регионах страны С этого года организатором форума выступает «Беларусьфильм» Лейтмотив – общечеловеческие ценности К слову, заявки подали 54 страны Жюри отобрало более 30 Цены на билеты от 4 до 7 рублей Приобрести квиток можно с 12 ноября Сам фестиваль пройдет с 20 по 26 число Не дошла до зебры В Бобруйске пьяная женщина угодила под колеса иномарки ДТП произошло на социалистическое во вторник вечером За рулем Ауди находился 27-летний водитель Пострадавшая 38-летняя горожанка Женщина, как сообщается, шла без фликера и находилась в нетрезвом состоянии Пешеходный переход находился всего в 30 метрах от места аварии Побручанка госпитализирована По факту происшествия проводится проверка Учебники в сторону В Беларуси продолжаются осенние каникулы В программе – экскурсии, квесты, спортивные игры В распорядке – завтрак, обед, полдник и сон Все для здорового детского организма Карина Гуреевич вернулась в лучшие годы Каникулы – лучшее время для каждого ребенка Никаких уроков и раннего подъема Но это совершенно не значит, что сами учреждения образования уходят на перерыв Закрываются учебные классы, но открывается лагерь с дневным пребыванием Каждое утро в 28-й школе начинается с измерения температуры, мытья и обработки рук После завтрака ребят ждет насыщенная программа У нас есть игры на открытом воздухе, ежедневно, два часа Мы уделяем этому особое внимание Дети также разбиваются на улице, проводятся различные игры Также у нас есть приглашенные гости, сотрудники ГАИ, сотрудники МЧС В распорядок входит завтрак, обед и полдник И, конечно, дневной сон Еще школьники смотрят кино, рисуют и поют В программе есть и патриотический квест В форме игры детишки больше узнают о любимой Беларуси Всего пять станций На одной из них ребятам нужно догадаться В какой сказке были нарушены права героя? В какой сказке баба Яга замышляет похитить чужого ребенка Используя для этого неких птиц? Гуси-лебеди Молодец На каникулах школьники посещают и культурные объекты района В рамках проекта «Моя земля Проднепровья» На этот раз экскурсия в 16-й библиотеке Здесь ребят ждет не только история, но и практическое знакомство с книжными полками С сентября 2021 года мы вступаем во второй этап Под названием район «Очиняй-Дзеверы» В рамках второго этапа проекта Каждое учреждение образования имеет возможность посетить объекты Исторического и культурного наследия другого учреждения образования В 30-й школе дети тоже не скучают Подвижные игры – часть дня Спартакяда всегда в списке любимых занятий у малышей Чем ты в лагере занимаешься? Играем Ну а во что играешь? В попы А что это такое? Это инсистресс Какие у тебя самые любимые игры в лагере? Рисовать И что рисуешь? Ну, разукраски, маму и все такое В интересные места вас водили? Да Куда? В музыкальную школу Лагерь работает с понедельника по субботу Каждый день – своя программа Ее обновляют из года в год И подстраивают под интересы детей Проводится, например, там День права День безопасности День здоровья и спорта День родной земли Ну и другие И в рамках этих дней Проводятся мероприятия Это и бриеринги, и дискуссии какие-то Сейчас в Могилевской области Работает 250 школьных лагерей С дневным пребыванием Отдыхают в них почти 7,5 тысяч ребят Осенние каникулы, напомним, завершатся 7 ноября Зимние начнутся 25 декабря Карина Гуревич, Максим Галеонко Бобруиск, 360 Движение линий и сочетание цветов Во Дворце искусств открылась персональная выставка Белорусской художницы На холстах Елены Нелюбиной Пейзажи, натюрморты и портреты В основе большинства работ автора Лежат мотивы литературных произведений Самые первые картины написаны акварелью В технике размывки Более поздних используются гуашь и цветные карандаши Всего в экспозиции представлено 13 картин Каждую картину нужно рассматривать И движение линий, пятен, сочетание цветов Они именно вызывают какие-то определенные ощущения Когда у меня проходила выставка в выставочном зале У меня были такие отзывы, что на моей выставке люди отдыхают душой Мне было это приятно Вот для этого я рисую эти картины Посмотреть на полотна можно до 21 ноября по адресу Ульяновская, 35 Время работы ежедневно с 10 до 17 Вход свободный Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...